Мир вам, дорогая церковь. Слышно? Да? Привыкаю. Братья, можно будет попробовать дать картинку сегодня. Посмотрим, как оно получится. Хорошо. Да? Я включил ту программу. Да. Я ее запустил. Поэтому если братья увидят ее... Хорошо. Это чисто технические вещи. Учимся работать. Коцикл, главное, чтобы люди Бога не подводили. Правда? Если компьютер нас подводит, ну это дело можно как-то пережить. Поэтому мы пробуем, налаживаем. Я хотел бы только напомнить. С одной стороны, это третий день на этой неделе. С другой стороны, это пятый день, если говорить о серии размышлений, которые у нас были. И вчера вечером я закончил на одной ноте, с которой хочу начать и сегодня. Хочу поблагодарить тех, кто прислал различные записки с вопросами, ободрениями. Размышлениями. Конечно, не успею все это раскрыть в эти дни. Но даст Бог еще когда-то пути пересекутся. Если у вас есть личные какие-то вопросы, спасибо еще раз. Потому что я сегодня уже получил письма по трансляциям и даже с Кишинева. Поэтому если смотрит Кишинев, всем привет. Привет и Молдове, и Украине, и всем Соединенным Штатам. Мы закончили на одной ноте. И с нее я хочу начать. На мой взгляд, это очень важно. Педагогически, некорректно. Когда я слышу, я думаю, что это некорректно, я являюсь преподавателем, поэтому могу иметь свое суждение. Не совсем корректно говорить следующее. А именно. Мы встречаем на страницах Священного Писания некоторые тексты. Тексты тире предупреждения. Мы продолжаем размышлять о кальвинизме, как о системе мышления. У меня нет цели атаковать человека, личность. У меня есть цель говорить о системе. Я делюсь какими-то своими переживаниями, мыслями, предлагаю что-то для размышления аудитории, которая находится здесь, аудитории, которая нас смотрит онлайн. Вместе с тем, у каждого из вас тоже есть возможность как-то отреагировать. Ведь в конце концов, мы переживаем друг за друга, мы хотим исполнить волю Господню, мы хотим угодить Господу. Но если мы абсолютно противоречивые вещи преподносим людям от имени Бога или о Боге, ну, возможно, кто-то ошибается, а возможно, кто-то ошибается настолько, что вызывает Божий гнев. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то, я сам или кто-либо из нас делал эти ошибки. Итак, я предложил, да, пока идет, да, спасибо большое. Окей, мы на этом вчера остановились. Я сказал, что это из трех Евангелиях. Это очень серьезно. О педагогических ошибках, какие возможны в размышлениях на эту тему, я скажу немножко позже. Итак, любовь, уважение и переживания. Переживания за себя, чтобы достойно прожить эту жизнь. Переживания за себя, чтобы достойно представить Богу другим. Переживания за ближнего. Мы все должны переживать друг за другом. И вот эти переживания выливаются в беседы. В беседы. Христос переживал за свое творение. Его обидели. Весьма жестко, я выбрал мягкое слово, но весьма жестко они подступают к Иисусу Христу. И обижали или оскорбляли, я позволю себе это, очень часто. Чего стоит одна фраза? Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и бес в тебе? Помните? Ну подождите, друзья, даже друг другу сказать об одержимости, это уже слишком много. Такие вещи надо отпускать, только если исчерпаны все остальные возможности. Уже и врачи сказали свое слово, и еще кто-то, и тогда понятно, что мы имеем дело со злой силой. Но просто так отпустить эту фразу и сказать ее Иисусу в лицо, тому, кто изгонял бесов, сказать, он делает все это силу Вильзивула. Князя Бесовского. Оскорбить Бога несложно. И меня удивляет, что Он позволяет это делать. Оскорбить несложно, держать перед Ним ответ. Вот что вызывает у меня опасения. Ну давай поговорим. Давай поговорим. Я помню Йова. Полагаю, руку мою на уста мои говорил, и впредь не буду. И это была наша тема. Когда мы говорим что-то о Боге, Он слышит нас. И Ему не все равно, что мы говорим о Нем. Ну давай поговорим. И вдруг смельчаки куда-то исчезли. Слова закончились. Ну давай поговорим. Есть люди, которые думают, что на суде они вступят с Богом в длинную полемику. А может даже переубедят Его. Такой пример есть на страницах Священного Писания. Евангелие от Матфея, 7 глава. Не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем чудеса творили? И бесов изгоняли? Они пытаются ему что-то объяснить. Интересно, на что вы рассчитываете? Что Господь сейчас скажет. А, действительно, как-то я не обратил внимания на ваши заслуги. Не слышал, как гремят медали на лацкане пиджака. А сейчас слышу. Да вы герои, господа. Христос отвечает. Я никогда вас не знал. Вопрос закрыт. Другими словами, не надо ожидать, что дискуссия будет длинной. Книга Иов. Очень полезна с этой стороны. Когда Бог предложил дискуссию, у Иова слова закончились, а его друзья вообще в дискуссию не вступают. Бог в ту сторону даже не смотрит. Иов, если не принесешь за них жертву, а приму я ее только у тебя, у них будут проблемы. Я должен был сказать об этом. И вот я подхожу к этому тексту. На нем мы закончили вчера. Христу принесены в лицо оскорбления. Христос говорит. То, что говорите про сына, простится. Представляете, какое большое надо сердце иметь Господу? Какое большое надо сердце иметь, чтобы вместить своих обидчиков. Задолго до голгов. Из голгов и потом произнести. Прости их, ибо не знают, что делают. И ученики Христовы продолжат эту линию. Прости им, Господи. Прости. Это Стефан. Стефан тоже просит за них. Не вмини им греха сего. Даже апостолы, когда проповедовали об этом, они говорят, впрочем, сделали вы это по невидению. Смягчающий фактор. Христос опускает эту страницу. Будете оскорблять меня от духа. Посему, говорю вам, всякий грех хула простятся человеком. Хула и грех стоят рядом. Вот вас, братья и сестры, кто-то спросит. Грехи, они одинаковые или нет? С одной стороны, я бы ответил на этот вопрос так. С одной стороны, да. Потому что любой грех производит пропасть между нами и Богом. То есть, каким бы грехом ни согрешили, рай бы потеряли. В принципе, так. Все грехи неприятны Богу. Производит разделение между нами и нашим Богом. Исайя об этом говорит в 59 главе. С этой стороны, да. Поэтому, когда мы начинаем делить грехи на большие и маленькие, кто-то быстро вставит пару фраз и скажет, почему? Грех есть грех. Но при этом, если подойти с другой стороны и спросить, что бы вы хотели, чтобы у вас украли авторучку? Или чтобы повредили кому-то из вашей семьи? Что бы вы выбрали? И тогда начинаешь понимать, грехи разные. Когда причиняют боль кому-то из людей, это одно. Когда наносится урон имуществу и небольшой урон, это совсем другое. Грехи с этой перспективы разные. Каждый грех отделяет нас от Господа, но грехи, по сути, свои разные. Плюс еще кое-что. Третий взгляд. Грехи осознанные и неосознанные. Я было чуть не сделал, но я не знал. Помните Ветхом Завете? Она не жена моя, она сестра. Я не знал. Я знал, что ты не знал. Он чуть было не... Но бывает люди и делают, но не понимают. Дети, взрослые. Что-то делаем, а потом понимаем и по-другому переосмысливаем свое же поведение. Грехи сознательные и неосознательные. Грехи бывают разные. Можно так посмотреть, можно так, можно так. Грехи, которые не прощаются. Мы имеем право об этом говорить или нет? Мы имеем право об этом говорить? Грехи, которые не прощаются. Извините, а кто определяет, что есть грех, что не есть грех? Бог. К сожалению, люди здесь тоже преуспели. Мы сами распределили какие-то сетки. Говорят, это грех, это не грех. Через пару лет уже поменяли свое мнение. Такое бывает. Говорят, а почему ты это делаешь? Ты 10 лет назад говорил, что это нельзя. Ну, время прошло. И во многих областях это происходит. Но когда Бог определяет, а Он имеет право, Он и должен это сделать, Он вводит категорию грех непростительный. И еще по священному писанию мы пытаемся достать такие слова, как грех к смерти. Грех, который, и как его понимать? Некоторые говорят, ну, грех, за который Господь наказывает сразу, или грех, за который наказывает впоследствии. Вот Анания и Сафира, это что, грех к смерти? Грех к смерти, это грех, который не прощается? Значит, хула. Значит, хула и грех к смерти, это одно и то же. А некоторые говорят, нет, нет, это разные вещи. Это просто тот грех, за который Господь сразу наказывает. Оза. Анания Сапфира. Вы понимаете, да? То есть грех, который влечет за собой наказанием мгновенную смерть. Не ставится вопрос рай, ад. И на эту тему тоже спорят. Но вот в этом тексте спорить нечего. Сам Христос говорит, это грех. И добавляет, это хула. И говорит, не проститься. Вот. Значит, есть категория грехов, которые не прощаются. И вопросы, которые меня задают часто, и даже на этой неделе, очень интересны. Мы должны быть очень осторожны, когда учим. Я надеюсь, когда-то, если бы Господь позволит, прочитать хороший курс по хамартеологии и антропологии. Грех и человек. Потому что мы перешли к сатирологии, но там есть о чем еще поговорить. Даст Бог, и это будет. А сейчас остановимся на вот этом аспекте учения о грехе. Грех, который не прощается. Что это за грех? Надо быть очень осторожным, когда мы классифицируем грехи. Один из самых трудных моментов в этике и учении о грехе, хамартеологии, это как относиться к самоубийству. Это серьезная проблема. Это серьезная мировая проблема. Это грех греху розы. Есть люди, которые в истории церкви выбрали упасть со скалы, но только не впасть в руки язычников, которые принуждали к браку и заставляли выйти замуж за неверного. Понимаете? Это одни обстоятельства. И православные, которые не отпивают самоубийц. Такое поведение назвали подвигом. Вы понимаете, когда люди шли на смерть, не желая вступить в грязные отношения с безбожниками. И это отличается от простого лишения себя жизни в обычных обстоятельствах. Поэтому говорить, что нет категории грехов тоже нельзя. Самоубийство. Если я легко буду говорить, что грех самоубийство. Я говорил о том, что Бог не за все грехи наказывает так сильно, как наказывает за особенные грехи. Это правда. Но при этом, если говорить конкретно о грехах, я не могу сказать, что самоубийство это грех легкий и его Господь быстро простит. Если я это скажу, я подтолкну людей к таким действиям. Вы понимаете? Если я скажу, что это слишком легко, я как будто подтолкну, я не хочу этого делать. Поэтому на эту тему стоит говорить отдельно. Как Бог относится к подобного рода поведению. Скажу лишь одно. Не ты жизнь себе давал, не тебе решать, когда ее закончить. Просить Бога. Даже вот это, друзья. Даже вот это. Просить смерти. И убивать себя. Это разные вещи. Или, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Скажите, на страницах Священного Писания. Вы встречаете героев, которые просили у Бога смерти? А? Илия? Иов? Может быть так тяжело, что смерть кажется выходом? Может. Может. Но в такие минуты Илья вступает в диалог с тем, кто жизнь дал, но не накладывает на себя руки сам. Грехи действительно разные. А вот этот грех не прощается. Вот на этом мы закончили вчера. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится, если скажет на Духа Святого, не простится ни в всем веке, ни в будущем. И вчера я задал простой вопрос. Во свете учения сторонников Кальвина, а я иду с вами в этот день, давайте я сразу внесу ясность. Это, наверное, введение в столь сложный предмет. Кальвинизм – это неоднородная масса. В кальвинизме есть люди, которые исповедуют учения Кальвина на одно положение, на три положения, на четыре положения, на пять положений. То есть кальвинисты между собой не просто делятся, они даже выясняют отношения. Поэтому кальвинисты разные, и те, кто не кальвинисты, простите, они тоже разные. И не совсем, что есть в кальвинистическом лагере, я могу согласиться, но надо признать, не совсем, что есть, простите, в армянском лагере, я могу согласиться. Здесь тоже есть свои крайности. Этот вопрос нуждается в тщательном разъяснении, но и начал я с крайнего кальвинизма. И вчера задал вопрос, скажите, это угроза для кого? Если Бог изначально от сотворения мира, и спасибо за записку, которую мне прислали, потому что я веду диалог и ставлю вопрос от себя лично. Вот, например, как мне знать, что Бог любит меня? И мне приятно, что мне сразу прислали записку. Брат Александр, Господь вас видел и полюбил еще до создания мира. Ну, спасибо, то есть это приятная записка, но и я задал вопрос не потому, что сомневаюсь. Я просто поднимаю вопрос, как это увидеть? Поэтому спасибо за подобные записки, я действительно сплю спокойно, с вашей сейчас запиской сплю еще лучше. Вы мне сказали о том, что Бог меня любит. Мне действительно это приятно, и я могу сказать то же самое назад. Но когда мы подходим к вопросу с позиции кальвинизма, этот вопрос звучит ребром. Если Бог одних людей выбрал заранее спасти от создания мира, а других не выбирал, то для кого это угроза? Для кого это угроза? Для тех, кого Бог избрал для спасения, но согласно кальвинизму, если Он их избрал, они никогда из этого состояния не выпадут. Значит, эта угроза не им. Если эту угрозу преподнести людям, которые не избраны, то они что похулят, что не похулят, им все равно не проститься. Вот если бы здесь шла о степенях наказания, я бы понял. То есть люди отправляются в ад, но те, кто не похулили, гореть будет 130 градусов, да? А остальные на 150, поэтому будьте осторожны. Но не об этом речь идет. Речь идет не о награде, не о воздаянии смысле наказания, речь идет о прощении. Согласно кальвинизму, прощение не могут иметь те, кого Бог сам не избрал. Согласно крайнему, повторю, радикальному кальвинизму, в данном случае это не угроза для тех, кого Бог избрал. А значит, Христос говорит вещи, лишенные смысла. Но сказать это значит оскорбить Христа дважды. Один раз в контексте, где ему говорят, что он делает это силой Вильзевула, а второй раз при толковании этого текста. Вы понимаете, о чем я говорю? Это как оскорбить Христа дважды. И я вчера сказал, если Павел и говорит о том, что на ветер произносить слова не следует, то это упрек Каримской Церкви. Лучше пять слов. Лучше пять понятных слов, после которых можно сказать аминь. Например, Иисус Христос, Божий Сын Спаситель. Вот эти слова приносят куда больше пользы, чем тысячи и тысячи слов, произнесенных на непонятном языке. Поэтому при всем уважении к моим друзьям-писятикам я скажу так. Пять слов перевешивают тьму. Там это слово используется в синодальном переводе. Христос же говорит об определенной угрозе. Что я считаю педагогически некорректным? Нельзя ребенку говорить то, что вы не собираетесь приводить в исполнение. Если ребенок, вы думаете хорошо, что ему сказать? Вот если ты не сделаешь вовремя уроки или там не выключишь радио, телевизоров нет, если ты не выключишь, то я не дам тебе, например, конфет. Но если он десять раз нарушает, а вы десять раз не исполняете свое, то вы приучаете его к тому, что угроза не имеет смысла. И когда он повзрослеет и увидит угрозы какие-то, теряя предупреждения в Священном Писании, он уже привыкнет к тому, что угроза это не угроза. Надо думать, что говорить. Не надо слишком серьезные наказания. Наказание должно быть адекватно, так сказать, непослушанию. Но при этом большинство специалистов в этой области, и допсом, либо не говорите ничего, либо скажите. Первый раз предупредите, а второй раз приведите в исполнение. Это дети, Христос говорит, со взрослыми. Большинство карвинистов в своем толковании на этот текст приводят в следующий аргумент. И это очень важно, то, что я сейчас скажу. Гипотетика. Гипотетика. На самом деле никакой хулы быть не может. На самом деле и наказание, которое не прощается, быть не может. Просто Христос их предупреждает через наказание, которого нет. Но чтобы напугать. То есть он тебя пугает. Кого? Избранных, чтобы они вели себя хорошо. Через наказание, которого быть не может. Ну, опустим, что это толкование странное. Опустим. Посмотрим, чем оно вредное. Оно вредное хотя бы потому, что подобные вещи, как нельзя сюрприз, сделать два раза. Если ты один раз уже его сделал, второй раз он не проходит. Поэтому, если ты первый раз, ну, например, напугал апостолов, то через полчаса, узнав о том, что все-таки это была шутка, нет, не шутка, Христос не шутит, тогда это была гипербола, то есть преувеличение определенное. Поэтому с момента, как ты понял, что это преувеличение, ты улыбнулся, понял, хулы никакой нет, ага, а этой незначительной вещи три евангелиста посвятили по одному отрывку. Зачем такому несущественному вопросу, как шутка, легкое предупреждение посвящать несколько блоков в Священном Писании? Зачем? Более того, это порождает во мне мысли о том, что все остальные предупреждения преувеличения. С этой перспективы, с этой перспективы, может, и ада нет. Вы понимаете, когда людям говорят про ад, про склежит зубов, про плач, про еще, и даже про суд перед Белым Престолом, это тоже преувеличение, так, чтобы немножко, так сказать, подстегнуть. Вы понимаете, начав за здравие, вообще закончим за упокой. Если не серьезно относиться к этим предупреждениям, боюсь, что все предупреждения в Писании просто сведутся на нет. И когда я сегодня читаю серьезные богословы, живущие рядом с нами, исповедующие кальвинистические аспекты какие-то, они говорят, подобного рода тексты воспринимать нужно просто как такую угрозу, которая никогда не будет принесена в исполнение. Потому что такого просто не может быть. Потому что без хулы или с хулой неизбранным это ничем не грозит, а избранным это не грозит тоже. Чтобы не сказать, что Христос говорит на ветер, просто Христос, так сказать, слегка хотел их встряхнуть. Чем? Нельзя встряхнуть несуществующими вещами. Итак, пять положений кальвинистома. Я сейчас просто даю их, и потом мы к ним еще вернемся. Всеобщая греховность. Все люди согрешили, и я как бы мог бы с этим согласиться, но здесь одно маленькое но. Все люди согрешили и лишены Божьей славы. Люди без помощи Божьей спастись не могут. Я согласен, что невозможно человеку, возможно Богу. Помните диалог? Спасение, бег с Бога невозможно. Все согрешили, и только Бог может помочь человеку. Вот здесь я легко соглашаюсь. Я не соглашаюсь лишь с тем, что Господь выводит из этого состояния к свету только некоторых. Что человек не способен слышать Божий голос. А слышит спасительный Божий голос только те, кого Бог избрал, а остальные мертвые по преступлениям и грехам. Я же все-таки толкую, они мертвые настолько, что мы самостоятельно не могут выбраться из этого. Но Божью помощь способны увидеть все. Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Безусловное избрание на основании непознаваемой воли Божьей. Что такое безусловное избрание? Другими словами, Бог спасает, мы говорим о радикальном кальвинизме, о крайнем, Бог спасает людей без каких-либо условий. То есть, если он выбирает одну группу, а всех остальных для рая не выбирает, то он выбирает их не потому, а вопреки. Не потому, что он хороший, высокий, просто выбирает. Без объяснения. Заметьте, на основании непознаваемой воли Божьей. То есть, он не объясняет человеку, почему кого-то взял и кого-то не взял. Но сам факт остается. Он мог бы взять всех. И по кальвинизму специально всех не берет. И когда я смотрю в глаза людей радующихся, я так благодарен Господу за то, что он меня выбрал. Вы знаете, я благодарен не меньше, но при этом я рад, что Бог эту лестницу спасения кинул всем. Переводить мою радость в эгоистическую плоскость и радоваться, что мне кинули, а кому-то нет, мне представляется психологически, психологически, это очень некорректно. Вы понимаете, да? То есть, мне кажется, что-то надо просто в себе поменять, чтобы радоваться того, что тебе дали то, что точно не дали остальным. Для всех, у кого есть дети. Вчера мы беседовали с братьями, тут хорошая беседа была. В кальвинизме очень многое ставится на внутреннюю уверенность. В Иоанна написано, если дух свидетельствует нам, понимаете, да? У нас есть внутреннее свидетельство. Поэтому что-то о вас сказать я не могу, а в себе могу покопаться. Но проблема в том, что многие, которые свидетельствовали, что у них это есть, потом уходили. И тех, кто уходили, называли, ну, значит, сразу шел, значит, не избран. Но он-то говорил, что у него это свидетельство есть. Его на основании этого свидетельства не только крестили, но даже и рукоположили. А потом он ушел и сказали, но он не был наш. Но есть другая проблема. Дети не могут вам дать свидетельство о своей уверенности, ведь даже взрослые ошибаются в оценке себя. А значит, до определенного возраста, пока сам ребенок тебе, поколевистически, извините, не скажет, что он чувствует Божью любовь, вы даже не можете ему сказать, что Бог его хочет спасти. Вы понимаете, это обкрадывает меня, отца, от возможности построить своих детей, застроить вот всех вокруг детишек и сказать, я вижу Христа, который берет детей на руки, но когда я перевожу это на современность, я не могу детям сказать, что Бог их любит. Я просто не могу, потому что я не знаю, у меня нет списков. Понимаете? А он о себе сказать, что, наверное, он избран, сможет, простите, только повзрослев. А значит, до определенного возраста надо это ввести, как обязательные воскресные школы, нельзя говорить детям, что Бог их хочет спасти, потому что мы этого не знаем. Вы понимаете, как поменяется наша жизнь? Поменяется беседа с детьми, поменяется школьная программа, и я сам думаю, а как поступают кальвинисты? А они до определенного возраста поступают как не кальвинисты. Они отказываются от собственной доктрины и говорят, Бог любит. А на ухо так. Может быть. Ты же не можешь ребенку сказать обратное, ты же просто его что? Покалечишь. Одно дело, что хотели вы сказать, и совсем другое дело, что другой услышал. Кальвинизм не всех, но часть людей побуждает грешной жизни. Хотя другие кальвинисты будут сражаться за нравственность. Я похвалил их и похвалю еще раз. Молодцы. Но кальвинист побуждает кого-то легкомысленно относиться, и такие люди были, превращают благодать в повод к распутству. Второе, кальвинист. Вы не хотели этого. Но какая разница, что вы хотели? Вы сказали, а до кого-то это дошло именно так. Кальвинист побуждает кого-то разочароваться в Боге. Хотите того или нет? Третье, кальвинист лишает возможности проповедовать людям с полной уверенностью о том, что Бог их хочет спасти. Четвертое, кальвинист бьет по рукам. Хотя много миссионеров, кто-то скажет, это парадоксально, много миссионеров, кальвинистов есть в истории, но при этом парадоксально. Скажите, вы слышите ли, что многим людям в исламском контексте отрезают головы, лишают их жизни, очень часто страдают миссионеры? Слышали о таком или нет? А зачем вообще туда ходить? По большому счету. Ведь если даже мы туда не пойдем, а Бог их избрал, Он все равно каким-то образом их что? Спасет. Не потому ли кальвинист родился в достаточно благополучной Европе, а потом перекочевал на достаточно благополучный американский континент? Вы думаете, во всех регионах мира он пышно расцветает? Вы думаете, он расцветает среди тех, кто страдает? Когда угроза жизни каждый день, понимаете, да? Они прикрываются, а они просто знают одно, если отречемся, потеряем Христа. И они это знают. Все, у них все сводится к простому. Сохранить верность. Потому что если отречемся, и он отречется от нас. Почему-то именно в этой части мира и харизматическое богословие, кстати, насчет богатства, христианин должен быть богатым, и христианин не должен болеть, тоже родилось на Западе. Потому что, когда благополучие в чем-то, хочется, чтобы оно было что? Во всем. А когда во всем, хочется, чтобы в духовной сфере наверняка, надолго, или навсегда, возможно, между этой теологией и географическим расположением и экономическим состоянием страны, есть связь. В других регионах мира не до этого. Они благодарят Бога за каждый кусок хлеба и не знают, что с ними будет завтра. И при этом упывают о Христа, зная точно, от Него отречекаться нельзя, потому что это единственное и самое дорогое, что у них есть. И это греет их и помогает жить. Пятое. Я говорю случаи жизни. Один человек боролся со своими грехами, вчера я с братьями из небольшой группы поделился этим. Это случай жизни. Один человек боролся со своими грехами. Боролся как мог. Вставал, падал, падал, вставал, вставал, падал, падал, вставал, но боролся. Он так хотел жить христианской жизнью, но у него не получалось. Пока он не встретился с теологией кальвинизма. Вам это нравится или нет, но так это иногда влияет. Он познакомился с теологией кальвинизма и когда узнал, что есть люди, которых выбирают и которых не выбирают, он сказал, так вот почему у меня ничего не получается. Такое ощущение, что я пытаюсь залезть в окно, а меня выносят через дверь. Я через дверь, а меня в окно. Возможно, это просто не для меня. Если он до сих пор боролся, то сейчас кальвинизм ударил по последним силам, которые в нем были. Он отвернулся и сказал, значит, я не избран. Теперь я понимаю, почему ничего не ладится. Естественно, если кальвинизм ты и ты сказал эту проповедь, естественно, тебе как-то страшно за то, что твоя проповедь сделала с этим человеком. И вдогонку ему кинули, но ты борись до конца, а там будет видно, спасен или нет. Он сказал, знаете, если не спасен, я лучше поживу, хотя бы жизнь увижу. А если спасен, куда я денусь? Он все равно меня найдет, и спасет. Пятое. Хотите того или нет? Кальвинизм может ударить по рукам, когда ты вдруг поймешь, что не от тебя вообще все это зависит, а тогда какая разница, как сильно я пытаюсь бороться с делами плоти. Конечно, наверняка найдутся много людей, которые скажут, что мы это не проповедуем, вы нет. Ведь одно дело, что вы говорите, другое дело, как другие это понимают. Одно дело, что вы говорите, другое дело, что с этим хочется сделать. Так что такое кальвинизм, безусловное избрание на основании непознаваемой воли Божьей, ограниченной, заместительной жертвы. Если Христос выбрал не всех, или Бог не выбрал всех, то во Христе Он и не всех собирался спасти, а значит, кровь Христа пролита не за всех. Это тоже надо говорить. Перед вами пять положений кальвинизма. Ограниченной, заместительной жертвы. Кровь Христова была пролита не за всех. Четыре. Непреодолимая благодать. То есть, если человек живет грешной жизнью, а Бог его выбрал, то Бог своей благодатью его притянет, а он не сможет сопротивляться. Поэтому хочет он того или нет, он будет в раю. Сохранение святых в благодателе, тех, кто спасен, это то, что мы обсуждали, что с момента, как ты все-таки стал верующим, с тобой ничего не произойдет. Но это самая мягкая позиция. Я сказал, что я ее тоже разделяю в том смысле, в том смысле, что когда мы окажемся в вечности, мы оттуда точно никуда не денемся. Вот я почему-то так думаю. Поэтому кто-то поспешил, и может быть, сейчас об этом так думает. Если бы люди исповедовали только пятую, может быть, было меньше, конечно, проблем. Но ты можешь исповедовать отдельно пятую, но ты не можешь исповедовать те, что выше, без пятой. Поэтому, как правило, все-таки этот набор является предметом дискуссии даже среди самих кальвинистов. Давайте вернемся к этому тексту, но уже по Марку, а не по Матфею посмотрим. Истинно говорю, будут прощены сынам человеческим все грехи, но один грех нет. Вы понимаете, в чем проблема? Если не буквально толковать вторую часть, то под сомнение можно ставить и первую. Но кальвинисты верят, что Бог простил все грехи. И почему-то только вторую часть рассматривают как преувеличение. Ребята, или все буквально, или все аллегорично. Поэтому в данном случае Христос говорит, я готов простить грехи, грехи это реально. Сын человеческий это реально. Прощение это реально, а значит хула и наказание и ответственность за неправильное переведение перед Богом это тоже реально. Либо все реально, либо все нереально. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. И снова не идет речь о степени наказания, а о безвозвратности наказания. То есть обречен раз и навсегда. Еще раз повторю, избранным получается это не грозит, а остальным все равно. С кем разговаривает Иисус? И зачем в трех Евангелиях помещать эту вещь? Лучше бы что-то другое написали, более полезное. А что, если это и есть полезное? А что, если Христос хотел предупредить нам о том, что Игорь из грехово-опасно? Послание к евреям даст Бог, мы еще сегодня посмотрим. Сказываю вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Вам выбирать. Отвергнется меня. Отвергнуть можно, если у тебя с ним отношения. Вот эту мысль я хочу пока оставить. отвергнуть всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет, кто скажет хулу на святого духа, тому не проститься. Итак, речь идет не о степени наказания, а вообще о прощении и о вечном осуждении. И только во свете свободы человека, только во свете того, что человек свободен, но ответственен, слова Христа имеют смысл. Я лучше с Христовы слова оставлю для себя как полные смысла, о положении кальвинизма не до конца продуманными выражениями, нежели наоборот приоритет Христову слову. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив и праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправильно, будет делать все эти мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив, все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, которое делает, и за грехи свои, каких он грешен, он умрет. О чем здесь речь идет? Речь идет просто о лишении жизни или о потере более важных вещей. Друзья, я хочу, чтобы беззаконник обратился от своих путей. Обращение как покаяние. В греческом языке есть два глагола. Эпистрефу и метаноя, виврити это шув и нахам в оба значения поворот от грехов. Бог говорит, я хочу, чтобы грешник повернулся от грехов и был жив. Вы верите Богу? Верите Богу? Значит, Бог говорит правду. Имею ли я право сейчас от имени Бога говорить? Бог не хочет, чтобы человек оставил грехи. Бог хочет смерти грешника. Имею ли я право перефразировать все, что сказал Бог через пророка и подать это совсем по-другому? Но если смотреть на эту ситуацию через призму радикального кальвинизма, Бог таки не хочет, чтобы люди оставили грехи, потому что те, которые рождаются в грехах, а он их не выбрал, то он им не дает шанса что? Измениться. Обратиться от грехов. Получается, этот стих имеет смысл только для группы, когда он вытащил. И то, не они каются, а он сделал все для того, чтобы они покаялись. А другим он даже не помог. Фактически кальвинизм переворачивает этот текст и говорит, я хочу смерти беззаконника и не хочу, чтобы они обратились от своих путей и были живы. Вы хотите так проповедовать Библию? Вы понимаете, как ставится вопрос? А, один интересный момент. вчера в беседе привели несколько текстов. Были хорошие беседы, благодарю братьев, которые доставали какие-то библейские тексты, и безусловно, безусловно, здесь можно провести еще пару таких семинаров, поверьте, есть что сказать. Но мне сказали, ну как же, посмотрите, я избрал тебя, помните избрание Иеремии. А что, я против избрания? Нет. Я верю, что Бог нас избрал от создания мира. Бог видел каждого из нас. Что касается избрания не на спасение, а на служение, ведь Иеремии не избрание на спасение, он и так принадлежит к избранному Божьему народу. Вы понимаете, он уже избран, поэтому, когда приводится текст Иеремии, господа, братья, сестры, будьте осторожны, речь идет не об избрании ко спасению, а избрание к осуществлению какой-то миссии. Во-первых. Во-вторых, я хочу предложить для размышления, я повторю, я делюсь с вами, я один из вас, с удовольствием пишите письма, смогу, отвечу, извините, если не сразу, действительно, бывают какие-то проколы, забыл, не смог, напишите еще. Но только одну вещь я хочу сказать. Учение о предопределении действительно из Библии. Оно есть и в Ветхом, и в Новом Завете. И я верю в это учение без никаких если. Проблема не в учении, а в том, как кальвинизм его толкует или адаптирует к своей системе. Я же верю в предопределение и в то, что Агнец заклан до создания мира и то, что Господь предвидел наперед все те, кто положительно ответит и кто нет. И избранные, если говорить о спасении, все те, кто откликнутся добровольно на призыв Христа, потому что Бог избрал во Христе спасти мир. И каждый, кто ответит, и есть избран. Мы просто по-разному толкуем. Поэтому не надо отказываться от этого учения, что я, к сожалению, иногда слышу. Я не верю в предопределение. Ну как? Павел говорит, кого предузнал, того и предопределил. Неужели из-за того, что кто-то неправильно чем-то пользуется, мы будем этим вообще не пользоваться? Да? Вот кто-то удочку неправильно использует, я на рыбалку вообще не пойду. Ну это вообще кочурство, правильно? Ну как это? Такую интересную вещь оставит. Вот рыбаки есть, они улыбаются. Еще и в штате, где 10 тысяч озер. Друзья, они это используют неправильно. Я не буду бросаться в другую крайность. Предопределение очень красивое учение. Если оно еще присоединено к учению о проведении, Providence of God, то, конечно, это красиво. Проведению Божьему было угодно, чтобы мы спаслись, они погибли, Бог заботится о нас. Бог обещал заботиться, быть с нами, не оставлю и не покину тебя. Сея с вами во все дни до скончания века проведение Божье, забота Божья. Определение Божье наперед, Бог не действует на ощупь. Хаотично. Бог заранее знал, что будет, поэтому зло уже обречено, ад приготовлен для дьявола и его ангелов, спасение неба приготовлено для людей. Это не значит, что завтра появится новое обстоятельство, которое заставит Бога поменять свое решение. Бог все видит наперед. Как я определил, мой совет состоится. Как я определил, так и будет. Это ветхий завет. Замечательно. Это очень хорошее учение. Но. Я позволю себе это. Прошу прощения заранее. Оденем в скобочки. Евреи избранный народ. Да или нет? Да. Предопределенный Богом. Да или нет? Да. Бог решил через колено Юды, что пришел. Да или нет? Мессия. Да. Да. Евреи никогда не были кальвинистами. Извините, что я так это подал. Я сейчас буду извиняться. То есть, я взял слово из 16 века, перенес его назад, и сейчас мы немножко поиграемся с этими словами. Другими словами, если у кого-то и был повод, простите, возгордиться, это евреи. В конце концов, только нас избрали, и спасемся только мы. Вам напоминает это что-то? Давайте, так сказать, кальвинист на еврейский лад и до Рождества Христова. Спасемся только мы и так далее. Скажите мне, у евреев были ограничения на количество празелитов, которые могут перейти в юдаизм? Нет. Другими словами, конечно, мы самые важные, а все остальные язычники. Я, когда пришел первый раз в баптистскую церковь, слово язычники я как-то быстрее понял, но не понял, ну не понял, я сразу слово халдеи. Баптисты же тоже такие же, баптисты и халдеи. Ох, как быстро всех поделили на два лагеря, да? Если бы весь мир захотел прийти в Иерусалим и начать поклоняться живому Богу, то для всех хватило бы мест, не было ограничений, и в это избранное количество евреев попали бы все народы, потому что дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Концепция все народы появилась не с великим поручением в Матвея 28. Они должны были слушаться Господа, Он для этого их избрал, Господь бы их благословлял, весь бы народ, видя благословение и познакомившись с законами Израиля, сказал, ни у какого народа нет таких совершенных законов, ни у какого народа нет такого живого Бога, который так бы отвечал на молитвы, и все бы захотели побросать своих идолов и прийти к Израилю. Беда в том, что этот красивый проект не состоялся. Из-за чего? Из-за непослушания евреев. Но если бы весь мир увидел бы красоту взаимоотношения народа Божия и сказал бы, мы тоже хотим, для всех было бы место. Избрание израильского народа не исключало, что все остальные могут прийти к Богу. Вы видели в Ветхом Завете такие вещи, как, братья, вы там не очень проповедуете язычникову, хорошо, а то слишком много придет, не больше десяти в год. Видели такие ограничения? Современный карвинизм и беседы мои вчера. Ну вот посмотрите же, Иремия, я сейчас отвечаю на все эти вопросы. Иремия, это не избрание ко спасению, избрание ко служению. Если говорить избрание ко спасению, ну простите, там все были евреями, обрезанными в восьмой день. Если говорить о приглашении Бога, то празелиты могли прийти, а евреи, находящиеся в Завете, свои отношения могли потерять. Ой, извините, я произнес слово неудачное потерять, с ним очень много спорят. Хорошо? Найдите более удачное. Выпасть из Завета, отказаться от статуса. А откуда вообще у Моисея такие мысли, как изгладь тогда и меня из книги жизни. Изгладь и меня из книги жизни. А Кальвин ему говорит, это невозможно. Да? Здесь есть о чем поговорить. Так вот, доктрина предопределения в Ветхом Завете есть. Но никогда евреи ее не толковали так, как потом начнут толковать ее кальвинисты. Я понятен? Бог избирает, и в этом избрании весь мир никому никому не запрещается прийти к живому Богу и поклониться Ему. Итак, я возвращаюсь к этому тексту. Имею ли я право, исходя из моей теологической системы, перефразировать? Перефразировать можно. Но и отвечать придется. Не хочу смерти грешника. Я хочу, чтобы грешник оставил свои грехи. И это касается всего мира. И если это истина для Ветхого Завета, а это Ветхий Завет, то это истина и для нового, потому что Христос ради этого и приходил. Бог повелевает всем повсюду покаяться. У нас несколько глав. 18 глава продолжается. Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. Говорит Господь Бог, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы. Сотворите себе новое сердце и новый дух. Красивые слова. Красивые. Зачем вам умирать, дом Израилев? Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Речь не идет просто о потере жизни. Речь идет о том, что есть возможность либо новое сердце получить, либо с таким старым уйти из этой жизни, а значит без Бога. В Ветхом Завете все сурово, строго, как, впрочем, суровая действительность. Рай или ад. Ад приготовлен процитируйте стих, который я уже сегодня озвучил. Ад приготовлен для дьявола и его ангелов. Так написано в ангеле от Матфея. Давайте добавим. Ад приготовлен для дьявола, ангелов и тех людей, которых Бог не избрал. Там так не сказано. Там сказано, что ангелы, согрешившие, уже обречены, поэтому и ад есть. Почему Христос к этому не говорит сразу и для вас он приготовлен? Нет. Потому что дальше ставится выбор. Господь скажет, идите от меня в этот огонь. Если как отнесемся к Иисусу Христу и его проповеди? Пренебрежительно. Ад приготовлен для дьявола и его ангелов. Остальным дан шанс. Из Икиля 18 глава. Вы получили на дом одно задание. Хочу напомнить его. Как вы понимаете слово донатисты? У вас нет ощущения, как в школе, что я сейчас буду говорить? Выходим к доске. Дайте, пожалуйста, журнал членов церкви. Так, по списку. Сейчас членов церкви так будет прятаться, как в школе. Кто выполнил домашнее задание, просто поднимите руки. Молодец. Да, да, это я вам. Еще. Perfect. А другие подумали, зачем выполнять, если он сам все расскажет? Дорогие друзья, Бог предупреждал, Бог во Христе предупреждал о том, что придут гонения. Что и пришло. Уже в первом веке, втором, третьем, помните, я говорил что-то про шоколадку, принесете мне, если покажете отцов церкви, которые исповедуют кальвинистические, простите тоже меня за такой перенос во времени пересечения, кальвинистические идеи второго и третьего века. Так вот, единственное, у кого начинает всплывать эта идея, это у Августина, и то он один. Другими словами, если говорить, что это теологумен, а я хотел это объяснять, не знаю, если успею, то это было частное богословское мнение одного человека, господствующее мнение. Везде это то, что человек свободен, Бог любит всех, шанс дан всем. Понятно, только у Августина, 4-й и 5-й век, но это уже не апостольские времена, это уже состоялся Никейский собор. Если читать Августина, вы тогда читаете и Златоуста, который очень интересно разворачивает на Востоке учение о свободе воли. Но поначалу были гонения, и в этих гонениях оттачивается христианская проповедь. К кресту примыкают не просто так, потому что если после Константина можно еще говорить, что кто-то примыкает из выгоды, христианство становится государственной религией, то до примыкать было не по убеждениям, просто было опасно. И в этих гонениях поэтому я не кальвинист, не армянин, я христианин, который исповедую то учение, которое Христос передал апостолу. И если идти от начала, а это корректно, а не отсюда, назад, и учить тех, кто уже не живет, тому, как надо понимать Писание. Если идти от начала, то хочу сказать, были гонения. И в этих гонениях некоторые дрогнули, среди них и служители. Дрогнули. И поднялся вопрос, поднялся очень серьезный вопрос. Если епископ отступил от веры, не проявил должной преданности интересам церкви, может при этом благодать Божья продолжать действовать через него? Другими словами, а я с этой проблемой столкнулся очень серьезно, даже в США, когда пара, которые крестили или венчали, да, подходит и говорит, слушайте, а мы слышали, что наш преспитер впал, простите, в какой-то большой грех. А Он на нас возлагал руки, если когда мы услышали, что Он, а тогда наши венчания, обеты, они настоящие или нет? Я говорю, то есть, если три преспитера, которые будут по очереди над вами молиться, тоже будут впадать в грех, вы будете искать четвертого, бедненькие? Я говорю, идите домой и поцелуйтесь, и поблагодарите Господа за то, что Он вас соединил, потому что это не зависит от рук, которые возлагали, а от того, насколько они чисто подходили друг к другу и к Господу. Но должно было это произойти первый раз, чтобы поднялась эта теологическая проблема. А ведь действительно, как поступить? Вот этих людей крестил этот брат, вот этих людей венчал этот брат, а теперь он отрекся от Христа и ушел. А то, что было совершено над ними, имеет силу или нет? И в церкви приняли решение. Да, священодействия в данном случае остаются в полной мере, потому что это зависит от Бога благословляющего, а не через того, кто об этом говорил. Понятно, друзья? Как относиться к тем, кого Он рукополагал или крестил? Вот вопросы, которые мы обсуждаем. Не нужно ли потом их опять перерукополагать? Какой интересный глагол. Перерукополагать. Тогда и перья крестить, тогда и этих перья наберется много. Грубо говоря, если я позвали пресвитера, и он помолился об освящении вашего дома, а тут он впал в грех, смотрите, чтобы дом не рухнул. Но, друзья, когда мы молимся, мы просим Бога о благословении. Если кто-то в этой цепи оказывается неверным, Бог оказывается верным. Давайте посмотрим. Огромный опыт прошлого помогает нам сегодня находить выход из различных сложных ситуаций, с которыми церковь уже не раз сталкивалась за долгий период своего существования. Гонения на церковь толкнули одних людей на путь измены религиозным убеждениям, а в других вызвало взрыв горячей ревности к чистоте, чистоте веры и поведения. И появилось слово традиторис. Интересно, для тех, кто владеет молдаво-румынским языком или наоборот, чтобы никого не обидеть, вы понимаете слово традиторис? А если я произнесу это по-молдавски? Традиторь. Кумам традучино и варианта руссы кувынту традиторь. Предатели. Традиторис. Традиторис. Это предатели. Появился вопрос, что делать с традиторисами, что делать с предателями? Если он предал Христа, отрекся, перед лицом угрозы потери жизни. Вопрос. Представьте, давайте перенесемся во второй и третий век. Давайте перенесемся. Мы в церкви. В гонение кто-то из нас пострадал, кто-то был изувеченным, кто-то спрятался, а кто-то реально отрекся. И через пару лет, когда гонения утихли, а жизнь вечную-то хочется иметь, стыдно перед детьми и родственниками, он решил вернуться в церковь, встал на колени и кается. Мы его примем в члены церкви или нет? Ну, Миннесота. Премиум. А если он еще хорошо зарабатывает, мы понимаем, сколько он потеряем из десятины. Кто-то переведет это в экономическую сферу, кто-то еще, а кто-то скажет нет. Он отрекся от Христа. И дальше пойдут тексты. Евреям 10 глава, 4 глава. Понимаете, да? Появилась в церкви проблема. Одни говорили, но если он пришел, скажите, кто ведет людей к покаянию? Дух Святой. Если Дух Святой его обличил и привел, дайте Духу Святому решать, похулил он или не похулил. Дайте Духу Святому решать, прощать или нет. Кто я, чтобы становиться между кающимся грешником и Богом? Вот если он не захочет прийти, это его дело. Но если он пришел, и Дух Святой его привел, кто я, чтобы не пускать? Кто-то говорил, нет. Нет, потому что он отрекся от Иисуса. Вы знаете, что меня сейчас волнует? И в чем был смысл домашнего задания? Я же не рассказываю сейчас все про Доната, про Наватиана, про то, как Константин отреагировал, про политические передряги, про взятки, про деньги, про недопонимание. Оставим это преподавателям истории. Меня волнует идея. В церкви ставился вопрос ребром. не пускать назад тех, кто отрекся от Иисуса. Второй вариант. Пускать, потому что Дух Святой их привел. И третий вопрос. Для всех, кто сказал пустить, служение восстанавливать или нет? Вы чувствуете, как настроения меняются? Если он был пресвитером и отрек Святой Иисуса и выходить за кафедру, интересно, как он будет обходить потом все тексты, которые говорят, не отрекайтесь от Христа, вы понимаете? Поэтому был еще такой вариант. Мы пускаем, но не восстанавливаем в чем в служении. И даже в молдавском баптистском братстве я с Белевым Ивановым Петровичем разговаривал много на эту тему. Он мне говорил, у молдавских баптистов есть определенные традиции. Пресвитер не восстанавливается в служении, если он оставил веру, то есть ушел в атеизм. Второе, если ушел в ересь, то есть он не веру оставил, а сменил ее. И если он согрешил каким-то очень серьезным грехом, как правило, это блуд. После таких вещей, это то, что мне говорили братья, в свое время отсидевшие даже в местах заключения за веру, они говорили, после этих трех можно принимать члены церкви, но теряется помазание, потому что он не сможет потом. Видите, это вопрос даже в США очень такой дискуссионный, правда, непростой. Опять начинаем делить грехи на какие? Такие и такие. Вот если бы он разбил окно соседу, мы бы восстановили его, да? Мы пошли, купили бы стекло и сказали бы пастору, чтобы он в следующий раз, так сказать, кидался яблоками более метко. А вот если серьезно, уже мы делим на грехи. В ранней церкви стал этот вопрос. Но что мне важно для нашей беседы? И почему было это задание? Там никто не рассматривал, что все, кто ушли, значит, не были наши. Их рассматривали, как предателей, которые были, но оставили. А значит, господствующим мнением было, что состояние, в котором они пребывали, назовем это состояние нахождения в завете с Богом. Они оставили, и они, когда пришли, церковь решала, восстановить или нет. Вопрос не ставился, что они не были наши. Поблагодарили за пресвитерство. Сказали, что он больше не может вернуться. И никто не говорил, что он не был христианином. Вы понимаете меня? Потому что тогда бы вопрос еще серьезнее поставился. Получается, что рукоположение, крещение и венчание совершал не просто будущий предатель, а вообще неверующий человек. Но так вопрос не ставился. А знаете, почему они не ставили так вопрос? Они не читали пять положений кальвинизма. Они были свободны от всего того, что потом придумают люди. Я уважаю людей, исследующих Библию. Я уважаю людей, боящихся Бога. Я уважаю тех, кто следует по кальвинистическому пути. Как людей, сотворенных Богом. Как людей, ищущих. Уважаю, люблю, переживаю, поэтому беседую. Но не могу согласиться с тем и с теми положениями, которые я вижу, подаются как единственно правильные. у кальвинизма есть достойное, простите, за это слово, даже оно не отображает всю красоту того учения, которое церковь исповедала всегда. Но остановлюсь на этом. Достойное, истинное учение, которое от апостолов дошло до нас. И с этим учением и в советское время прожили, и сейчас живем. Поэтому, если кому-то нравится, кто же запретит? Если сам Бог уважает свободу человека даже на ошибки, не так ли? Кто запретит? Но только подумайте дважды, стоит ли это того? И фраза, которую вы видите, мне кажется, очень красивая. Не могло быть измены там, где не было заключенного брака. Ты каким грехом согрешил? Говорит, изменил жене. А ты женат? Еще нет, но думал. Ты точно согрешил, но это не называется измена жене, а Богу точно. Потому что Бог призвал к чистой жизни. Нельзя потерять то, чего у тебя нет. Нельзя изменить тому, что у тебя нет. В Донатистский спор показал, если брать суть, люди имели, но отреклись. К сожалению, редко это возможно. Поэтому я верю, что настоящий христианин не уйдет от того, что является смыслом жизни. Христос есть жизнь. Но, к сожалению, это случалось и в период гонения это было. И после небольшой паузы я хотел бы вам показать еще пару минут. Проходит время нас, не жалея, нас не щадя, Печальным взглядом тихо старея видим себя. Несется жизнь, словно царский всадник, прошлое в пыль. Порой трудно нам разобраться, что не был, что пыль. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизнь и дар беспечно, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, Словно чистый, чистый жемчуг, Словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Смеются годы, нас украшая, блеском сидим. Мы все спешим, что-то успевая, и все грешим. Чужую боль редко замечая, чаще смолчим. К рукам Иисуса, не припадая, гордо стоим. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизнь и дар беспечно, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, Словно чистый, чистый жемчуг, Словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Жизнь и дар беспечно, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, чистый жемчуг, чистый жемчуг, Приветствую еще раз всех, дорогие братья и сестры, тех, кто присоединился к нам в паузе, тех, кто смотрит трансляцию или слушает по радио, приветствую всех вас с любовью Господа Иисуса Христа. У нас финишная прямая, немного времени, конечно, мы не сможем охватить абсолютно все, и поверьте, есть еще что сказать, как говорят на Востоке, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Верю, что есть что сказать и вам, и братьям, и сестрам, я с радостью выслушаю и ваше мнение. Если у вас есть еще какие-то идеи, пожалуйста, поделитесь со мной. Даже сейчас в паузе такая интересная мысль, как иллюстрация к тому, о чем мы говорили, эта книга Откровения, последняя книга, апокалипсис Иоанна Богослова. Спасибо всем тем, кто добавляет какие-то идеи, присылайте. Обычно я говорю так, если будет скучно, высылайте посылки. Адреса все равно не знаете, поэтому не волнуйтесь. Откровение, третья голова, пятый стих, очень интересный стих. Ангелу Сардийской церкви побеждающий облечется в белой одежде. Спасибо, братья. Спасибо. А потом переключите презентацию. «Побеждающий облечется в белой одежде и не изглажу именево из книги жизни и исповедую имя в его предотцом и предангелами». Так вот, победа, совершенная на Голгофе, окончательно и бесповоротно проявится в жизни каждого из нас, когда сохраним верность до конца. И когда попадем на небеса, Господь исповедует нас перед Отцом. Наши имена будут вписаны окончательно в книгу жизни. И это имя из той книги больше не изгладит никто и никогда. Аминь. Поэтому прекрасное будущее нас еще ждет. Стих о том, что уверенность в том, что мы в книге жизни есть. А переживать мне сегодня по поводу того, что теоретически и практически может что-то случиться с моим спасением, зачем нужно? Я не собираюсь Бога оставлять. А полагаться на свои силы тоже не хочу. Поэтому молитва моя простая. Помоги мне, Господи, дойти до конца. Вот это мне кажется достойно. Правильно. Уповаем на Господа, храним верность, спим спокойно, уповаем на Бога и знаем, когда совершится этот путь до конца, попадем в Его объятия и никогда больше с Христом не разлучимся. Не могло быть измены там, где и не было союза. Донатисты близко стояли по своим взглядам к новоцианам, своим знаменитым предшественникам. Новоциане берут свое начало во времена гонения добыциана. И так речь идет о третьем веке. Тогда значительное количество людей, исповедавших христианство, отступили и не сохранили верности своим убеждениям. Когда гонения утихли, встал вопрос, возможно ли восстанавливать церковное членство этих отпавших христиан? Но сам факт и то, что мне нужно было до этой лекции, не вся картинка того, как это было, а сам факт, что они рассматривали в то время, не находясь под давлением современных теологических измышлений, концептов, поэтому они, не находясь под давлением, исповедуя свободу воли, рассматривали от падения, как возможное, к сожалению, как ненужное, как плохое, как нездоровое, и все же, как возможное. Римский епископ Наватий придерживался более строгого взгляда на церковное членство, чем было принято в его дни, и считал, что отрекшиеся от Христа при гонениях не могут быть вновь приняты в церковь. Наватий восстал против популярного в те дни более легкого отношения к вопросу церковного членства. Новоцианово учение о церкви чистых нашло отклик, можно сказать, во всем христианском мире. Итак, конфликт неприятный, но меня волнует сам факт конфликта и то, как он разбирался. А это подтверждает отношение к проблеме точно такой же, какой есть у нас сегодня. Киприан Карфагенский. Мы говорим о ранней церкви, книга о единстве церкви. Я выбрал для нашей финишной прямой, не могу дать все документы, надеюсь, когда-то мы еще пройдем по интересным историческим свидетельствам, а пока книга о единстве церкви. В чем заключается больше тонкого лукавства и хитрости, как не выдумки врагом нового обмана. Самым именем христианина обольщать неосторожных. Он изобрел ереси и расколы, чтобы не спровергнуть веру, извратить истину, расторгнуть единство. Кого ослеплением не может удержать на ветхом пути, того сводит в заблуждение, обольщает путем новым. Другими словами, попытки дьявола по расшатыванию церкви и ее расколу были всегда. И если не удается старой какой-то приманкой, то он изобретает что-то новое. Хитон. Вы встречали это слово в Библии? Помните, как они бросали жребий и не хотели его что? Разрывать. Киприан Карфагенский пишет. Таинство единства, это союз неразрывного согласия, обозначается в сказании евангельском о хитоне Господа Иисуса Христа. Хитон не был разделен и разодран, но достался целостно одному, кому выпал по жребию и поступил в обладание неиспорченным и неразделенным. Божественное Писание говорит о том следующее. Хитон же был сшитый, нет, не сшитый, а какой? сотканный, чувствуете, целостный. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Скажите, кто бросал жребий о хитоне? Верующие хотели на память оставить себе реликвию? Они не хотели раздирать целое это лучше. Они понимали, что лучше оставить целым. При этом христиане, не понимая заповедь об единстве церкви, легко дробят верующих на часть. Неужели, простите, смышленность, разумность тех, кто делил хитон, выше тех, кому Господь верил благовестие? Я понятен, друзья? Киприан Карфагенский ставит вопрос ребром. Если даже они понимали, что ценную вещь нельзя разрывать, почему с церковью так поступаем? К сожалению, сегодня в угоду каким-то личным амбициям и концептам готовы поступить с единством церкви? Киприан Карфагенский пишет, он имел единство свыше, происходящее с неба от отца, и потому не мог быть разодран теми, кто получил его в обладание, но целостно, разно, всегда удержал крепкую и неразделимую связь свою, поэтому не может обладать одеждой Христовой, кто раздирает церковь Христову. Если я сейчас начну это применять ко всем, это будет жестко, если я сейчас буду настаивать, что те, кто это будет обидно, но это так, Христос смолился, да будут едино, как мы едино. За две тысячи лет мы уже достаточно разделили эту церковь, и на восток, и на запад, православие, калиталицизм, протестантизм, как можно, на куски и кусочки. В Петербурге, когда я был лидером молодежи в одной из церквей, я ехал в метро, и мне встретился один молодой человек, мы разговаривались, он увидел у меня Библию, он говорит, куда вы идете? Я говорю, на собрание, у меня встреча с молодежью, а он говорит, давайте пойдем в нашу церковь. Я говорю, может быть, когда-то схожу, а кто вы такие? Мы ученики Христа. Это знаменитая Бостонская Церковь Христа. Это не ученики Христа. Харизматическое направление, это бостонское ученичество в бостонском стиле. Что они принесли в Христову Церковь? Принесли благочестивую идею об единстве. Христос молился об единстве, да, виновны ли мы в грехе, что не сохранили единство? Все христиане земли. И они приходят с этой идеей и говорят, ну посмотрите, баптисты, пятидесятники, методисты, лютераны, да кто угодно разбили церковь на реки и ручейки, а церковь должна быть одна. Я говорю, согласен. К сожалению, это не так. Он говорит, поэтому. Вначале они не назывались никак, как только ученики Христа. Мы называемся ученики Христа, а церковь должна быть единой, поэтому мы предлагаем верующим из всех церквей стать под знамена нашей церкви. Бостонская Церковь Христа, ученики Христа. чтобы было единство. И я сказал, то есть на земле было 200 церквей, станет 201. Под благочестивым лозунгом Христову Церковь разбили еще один раз. Вы понимаете? Ведь это единство каждый видит под своим флагом. Киприан понимал, что это серьезная опасность. нельзя раздирать церковь. Мнения в церкви могут быть разные беседы, могут быть разные вкусы, поэтому всегда будут люди, которые говорят, а вот так, а вот так, а почему не в синий цвет, а почему в бежевый? Понятно, да, всегда будут какие-то сложности, но в главном должно быть единомыслие. пусть никто не думает, я прошу всех внимательно прочитать этот текст. Отдельно если его взять, он очень интересен, и даже где-то под кальвиниизм, смотрите, пусть никто не думает, будто добрые могут отделиться от церкви. Ветер не развивает пшеницы, и буря не исторгает дерева, растущего на твердом корне, только пустые плевелы уносятся вихрем, только слабые деревья падают от устремления бури, их-то предает проклятию и поражает апостол Иоанн, говоря, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами, но они вышли от нас, и через то открылось, что не все наши. Если отдельно взять эту цитату, такое ощущение, что она говорит, ветер на самом деле не может унести настоящую пшеницу, она просто показывает, кто из плевела, а кто пшеница, она показывает, какие деревья укоренены во Христе, какие нет. Отдельно взятая эта фраза из отцов церкви, поэтому читать нужно полностью произведение, я вам даю побольше. Ереси происходили, это в этой же книге дальше, ереси происходили и происходят часто от того, что строптивый ум не имеет в себе мира, и посеивающий раздор вероломства не держится единства. Господь, сохраняя свободный наш произвол, то есть свободный выбор, Господь, сохраняя свободный выбор, допускает быть всему, чтобы через искушение сердец и мыслей наших состязаниях об истине в ясном свете представилась чистой вера достойных. Об этом призвещает Дух Святой через апостола говоря, надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Так испытываются верные и открываются вероломные. Так еще прежде судного дня отлучаются души праведных от неправедных и отделяются плевелы от пшеницы. Отделяются те, которые без божественного распоряжения самовольно принимают начальство над безрассудными скопищами. Без законного посвящения поставляют сами себя вождями. Присвают себе имя епископа, тогда как никто не дает им епископство. Он не ругает просто верующих он начинает из верхушки. Те, которые начинают новые учения, сами себя провозглашают лидерами, а потом дробят. Какая интересная книга. Как он по-разному рассматривает церковное здоровье. Соломон обратите внимание это аргумент Киприана. Соломон доколе ходил скажите Соломон избран и избран Божий Божий Киприан говорит Соломон доколе ходил путя Господни точно ходил обладал благодатью полученную от Бога irresistible grace Соломон об этом не знал благодать которую нельзя отнять Соломон об этом не знал поэтому и Киприан наверное об этом не знал потому что не был кальвинистом поэтому он пишет Соломон доколе ходил в путях Господних обладал благодатью полученную от Бога потом же когда оставил путь Господень утратил и благодать Господню как написано и воздвиг Господь противника на Соломона и потому в Писании сказано держи что имеешь дабы кто не восхитил венца возможностью отнятия венца венца правды если бы за потерей правды не следовало бы по необходимости и потеря венца вот и ответ на вопрос гипотетически ли Христос ставит вопрос перед нами он отвечает нет Бог бы никогда не пугал тем что не может быть а раз предупреждает значит угроза реальна Господь не угрожал бы возможностью отнятия венца нельзя отнять венец если его не было не так ли а здесь речь идет о том чтобы отнять то что у него что было теряет Соломон то что имел не нравится глагол теряет это слишком неудобно хорошо найдем другой что здесь написано извините запотерял вел утратил вы поменяете свою теологическую систему в этом была вся проблема друзья можно не согласиться с Киприаном и сказать хотя книга Паралипоминон параллельно книге царств говорит как раз о грехе Соломона что он к концу к закату жизни сделал те грехи которые никак не стыкуются с наличием мудрости мало иметь мудрость надо уметь ей пользоваться поэтому это безусловно был особенный человек Киприан толкует положение Соломона как очень печальное а мне из этой фразы нужно только одно ранее церковь учила что это возможно вы понимаете они не были под давлением идей которые потом придут в христианскую церковь поэтому когда сегодня говорят мы по писанию мы исследуем ну посмотрите писание поддерживает я понимаю стихов есть много и так и так но у меня все эти стихи в одной системе я спокойно смотрю на все стихи которые нравятся кальвинистам через то как толковала эта церковь поэтому повторю еще раз и в среду заключительный день наших встреч проблема не в том что у нас разные библии проблема в том что мы по-разному понимаем стихи тогда надо спросить а как правильно двое младших детей в семье недопоняли друг друга по одному тексту они куда идут к папе папа скажи как этот текст понимать ну мы люди взрослые кому пойти ну к Отцу Небесному оно конечно правильно и звучит очень правильно но как-то абстрактно и как правило мы все-таки продолжаем выяснять отношения между собой и как я сказал скрещивать шпаги друг с другом вместо того чтобы благовествовать погибающему миру Христа но если уж мы дошли до того что кого-то надо спросить то я хочу спросить не тех христиан которые родились 500 лет назад я хочу спросить тех кому верено было благоествование самими апостолами они не понимали эти тексты простите покальвинистически вам это может не нравиться вы можете не читать эти вещи но при этом вы будете продолжать проповедовать а не только читать Библию а значит будете предлагать людям не только Библию но свое понимание Библии значит мы несем людям не только Евангелие но то как мы его понимаем а может мы ошибаемся может я ошибаюсь вы свободны задать мне вопрос а я вам только я читаю сейчас то как понимали Библию те кто донес до нас христианство отбросить это просто так нельзя когда молодой человек который только познакомился с учением Кальвина еще не глубоко в него вникнув уже говорит вы не правы мне хочется сказать да а я и Ириней понимали по другому если вы молодой человек думаете что вы легко можете бросить Иринею и сказать что этот Ириней понимал то если честно я дальше уже не вижу смысла разговаривать давайте лучше молиться друг о друге потому что если так легко столпы христианства отодвигаются в сторону и их аргументы не имеют значения ученик ученика апостольского понятно да то боюсь что проведи 300 таких встреч остальное уже значение иметь не будет Киприан Карфагенский говорит о проблемах существующих в церкви и эта книга не потеряла своей актуальности исповедание есть только приступ к славе да мы исповедуем Господа это хорошо но это только путь ступень к славе а не достижение уже венца оно не заканчивает подвига а только начинает достоинство мы на пути писание говорится претерпевший до конца спасется поэтому венец твой но не думай что он у тебя он твой он тебя ждет но когда дойдешь тебе сам Господь его даст надо дойти помоги нам Бог это очень важно писание говорит претерпевший до конца спасется следовательно все что бывает прежде конца есть только ступень по которой восходит наверх спасение а не предел где достигается уже сама вершина мы на пути друзья потому в священном писании глаголы о спасении используются в трех временных континуум мы были спасены это определенная линия прошлого все христиане которые жили мы были мы спасаемся процесс в котором мы находимся мы будем спасены все три формы в которых используется глагол спасаться есть в священном писании я спасен да я спасаюсь да я буду спасен и искупление окончательно она будет тогда когда соединится душа с новым телом в римлянам восьмой главе написано что вся тварь стинает ожидая дайте пожалуйста римлянам восьмую главу это удивительная вещь это процесс в который мы находимся почему-то все любят из восьмой главы только текст по предопределению а я хотел бы отметить сейчас в римлянам восьмой главе несколько мыслей римлянам восьмая глава 20 стих давайте с 19 друзья ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов божьих потому что тварь покорилась суете недобровольно но по воле покорившего ее в надежде что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей божьих ибо знаем что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне и не только она но и мы сами имея начаток духа и мы в себе стинаем ожидая всех присутствующих хочу спросить вы считаете себя сыном божьим братья сестры мы все уже чада божьи да мы уже усыновлены мы можем это сказать раз говорим что чада а ну посмотрите что говорится здесь ожидаем усыновления спасение оно имеет начало и мы спасены мы имеем право об этом говорить уверенность спасения она есть но это процесс и окончательно закончится потом усыновление усыновление и рядом через запятую искупление тела нашего мы искуплены от суетной жизни преданной нам от отцов говорит так писание уже искуплены но при этом здесь искупление еще дело будущего это процесс не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока вострубит пение в час когда труба господня над землей прозвучит и имеет корни в священном писании не все умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока это процесс спасен да процессе на пути да буду спасен да сын божий да а как же усыновление я сын божий который ожидаю окончания всего того что задумал для меня бог давайте вернемся к нашей книге следовательно все что бывает прежде конца есть только ступень мы друзья на пути а если исповедник сделается впоследствии порочным и бесчестным исповедник если исповедано исповедание свое обесславит поведением осквернит жизнь свою постыдными делами если наконец оставивший церкви исповедник в которой соделался исповедником и расторгнувший союз значит союз что был расторгнувший союз единства прежнюю веру заменит последующим вероломством то таково из-за исповедничества не может обольщать себя тем будто он избран для славной награды напротив из-за того самого он заслужил тем больше наказания избраны виновен и будет наказан за то что не оценил и не сберег самое дорогое что было заведца Христова мы можем сегодня исповедовать разные точки зрения вы можете исповедовать одно другое и хорошо если при этом не пытаетесь это другим навязать и уж тем более перетягивать одних овечек из одного места в другое жизнь надо посвятить благовестию тем кто не знает Евангелие потому что при переходе овечки отсюда сюда у Бога не прибавляется сколько здесь людей давайте почитаем сколько на этой стороне людей а потом попросим нескольких отсюда пересесть сюда и я скажу о церковь выросла нет перемена мест слагаемых не меняет сумму поэтому все эти попытки ходи сюда ходи туда давайте все вместе благовествовать Христа тем кто его не знает время коротко этому надо посвящать жизнь это благородно в этом наше призвание во время гонения Тертулиан Квинт Септимий Флорент Тертулиан я перехожу на другого автора Апологета одного из самых знаменитых богословов латинского запада во время гонения лучше воспользоваться позволением Христовым бежать из города в город помните Христос сказал если гонят в одном городе бегите что в другой лучше бежать и исполнять то что разрешил Христос нежели допустить взять себя мучить дабы потом отречься может быть от веры среди казни пока мы тут в сытой обстановке размышляем на тему уверенности в спасении и что ничто с нами не произойдет люди которые жили во времена гонений беспокоились за жизнь свою и своих семей и он говорит слушай если все-таки придет я как пресс-фитер может и не убегу но ты бери детей и спасайся вы понимаете какие идеологи были в каждом доме в каждом доме а кто-то оставался и даже простите напрашивался а кто-то не напрашивался он просто не мог себе позволить уйти просто не мог себе позволить в результате были исповедники которые без глаз без рук Константин Великий когда организовал первый собор то на собор пришли люди которым Константин хотел целовать руки потому что зал наполнился людьми с увечьями мертвые исповедники то есть мученики отошли в вечность а кто остался в живых после мучений и искажений пришли на собор и предстал верить царем множество народа которые носили язвы Господа на теле своем и не отреклись Тертулиан пишет если ты не сможешь выдержать гонений чтобы не отречься от веры лучше беги Христос разрешил но сам факт отречения что было нельзя отречься от того чего у тебя нет вы можете исповедовать другую точку зрения я буду уважать вашу смелость за это отвечать перед Богом но я считаю что нельзя легкомысленно относиться к этим вещам потому что они не только мешают вам они дают искаженное представление о Боге тем кто рядом с вами надо быть осторожным и мне и вам не прав я помолитесь за меня напишите мне письмо изложите аргументы постарайтесь любить меня как люблю вас я потому что если бы не любил не было бы таких семинаров правда делайте что хотите этот семинар не семинар тире осуждение это семинар не семинар тире превозношение это семинар семинар тире переживания и сострадания это семинар как возможность еще раз сверить свою позицию с позиции писания и ранней христианской церкви лучше бежать нежели допустить взять себе и мучить дабы потом отречься может быть от веры среди казней но бегство хорошо только в сравнении с отступничеством если знаешь что отступишь лучше беги а если знаешь что выстоишь до конца стой вы понимаете как ставился вопрос отрицающиеся от веры теряют достоинство приобретенное ими при исповедании ее вы читаете что написано если люди исповедуют только пятую позицию кальвинизма сохранение святых благодать мне легче с ними разговаривать они во всем такие же как я кальвинисты разные кальвинисты разные есть люди которые не исповедуют ни первую ни вторую ни третью ни четвертую только пятую они почему-то считают что с момента как пришли к Иисусу никогда больше не произойдет что-то такое что разорвет их отношение и я понимаю что эта позиция приятная я всегда же добавляю к этому может неплохо если было так но я не могу это проповедовать потому что у меня нет аргументов стопроцентных именно в сторону этой позиции но она самая безобидная по сравнению со всеми остальными зато во всем остальном они как мы Бог любит всех людей кровь Христа пролита за всех никакого лицеприятия со стороны Господа понимаете друзья поэтому надо уметь это делить среди тех кто исповедует свободу тоже есть неприятные моменты которые не имеют радости спасения не имеют радости хождения с Богом на прямой вопрос спасен они говорят не знаю а к вечерам дрожит вдруг он утром что-то сказал а не успел к вечеру исповедовать понимаете да и сидит бедненький он может ничего и не сделал но он мучается что он не может вспомнить такое ощущение что спасение не столько зависит от милости и благодати сколько от его памяти вы понимаете меня будто бы спасение зависит от него вот вспомнит сразу все вернет таких людей тоже нужно успокаивать это уже радикализм в другом лагере надо наслаждаться общению с Богом радоваться тому что мы спасены мы дети Божьи знать что мы на пути знать что никто не отнимет у нас то что приготовил Бог если только сами не отнесемся легкомысленно к тому что приготовил Господь мне кажется это очень просто и это не конец того что я приготовил у меня так сказать минимум часов на 6 еще что то есть надеюсь когда то мы встретимся и поговорим но еще не конец нашей лекции очень часто в связи с этим появляется вопрос лицеприятия хочется понять если Господь с позиции кальвинизма если посмотреть на проблему хочется понять а почему одних да других нет почему Господь не спасает всех почему предпочитает одних другим лицеприятие это когда он смотрит на лицо а Бог не лицеприятен но если не лицеприятен и не смотрит ни на какое лицо то по какому принципу выбирает мы не знаем и кальвинисты не знают в конце концов есть простой ответ не ему отчитываться перед нами он горшечникам и глина это может быть интересно и я бы согласился конечно не ему отчитываться перед нами тогда давайте вообще не поднимать эту тему хорошо но Авраам ее поднял но Авраам ее поднял я рекомендовал бы прочитать произведение Лебница а именно он придумал термин Теодицея Теодицея и Лебница если вам интересно почитайте я лишь выдержки некоторые дам предопределение всегда надо понимать в смысле побуждения и никогда в смысле принуждения Бог предопределил сделал все предлагает но человек имеет свободу сказать нет но вы не хотите прийти ко мне я процитирую один стих не хочу оставить вас без домашнего задания хотя у меня не будет возможности завтра спросить об этом и видел я как вы исполнили задание по донатизму я видел поэтому задам что-то полегче найдите библейский текст где братья это не вам задание у вас компьютер все же я понимаю это задание надо в библии есть такой стих хочу его дать но фарисеи вот книжники саддукеи пытались уловить Христа Христос их спросил учение Иоанна Крестителя было от Бога от людей то книжники священники но фарисеи еще одна прослойка знакомая нам в священном писании вопрос повторяю стих звучит так но фарисеи отвергли волю Божью о себе мне вот интересно если воля Бога для фарисеев была ведь если Господь хотел их всех спасти то какая разница что они там себе думают он их спасет а если он не хотел то воля Божья их не спасать а вот этот стих звучит очень странно но фарисеи отвергли волю Божью о себе это просто для размышления можно отвергнуть волю Божью осмотря с какой теологической системы смотреть фатум стоекум фатум стоекум фатум магометанум фатум крестьянум фатум отсюда слово фатализм предопределенность греки а в данном случае стоеки по мнению Лейбница стоеки разработали свою систему судьбы мусульмане как я говорил разработали свою там доктрина предопределения является обязательной христиане тоже говорят о предопределении это хороший вопрос для размышления вам на будущее хотя я это задел в первый день ну в понедельник кажется первый день на этой неделе чем отличается христианский концепт от предопределения от исламского понимания предопределения если вы исповедуете свободу воли если вы не согласны с кальвинизмом с пяти положениями то вам будет очень легко найти разницу если нет то боюсь поставив рядом два текста кальвинистический исламский не всегда лихо разберешь где чей настолько жестко ставится вопрос о Боге и о лишенном свободе человеке даст Бог когда-то встретимся и продолжим разговоры на эту тему бытие глава 18 и подошел Авраам и сказал неужели ты погубишь праведного с нечестивым может быть есть в этом городе 50 праведников неужели ты погубишь и не пощадишь место ради 50 скажите Господь щадит ради кого-то или избрание безусловно избрание безусловно Авраам просто об этом не знает и Авраам пытается что-то сказать о хороших парнях которые возможно там живут Господи ну нельзя же так я бы так никогда не поступил бить хороших вместе с плохими понятие справедливости у вас откуда нет понимания о кривом если нет понимания о прямом понятие справедливости в Аврааме откуда не от Бога ли который нас сотворил похожими на себя поэтому он вступает все-таки в диалог говорит Господи ну так же нельзя поступать и Господь отвечает кто ты чтобы меня указывать нет там не кальвинистическое продолжение Господь вступает в диалог и говорит я бы простил но их там нет и знаменитая фраза которая вошла в историю стих 25 не может быть чтобы ты поступил так не может быть чтобы ты погубил праведность и чести может может из кустов говорит Кальвин извините что я так жестко но представление Авраама о справедливости Бога отличается от того что сегодня нам преподносит как справедливость потому что там где есть безусловное избрание сложно говорить о справедливости а милости еще может быть а половинчатой милости может быть он кому-то милость проявил кому-то нет но если справедливость губить надо всех потому что все родились водами какими грешными вы понимаете мои мысли если справедливость то ко всем если милость тогда понятно но это уже не справедливость он к справедливости вызывает не может быть чтобы ты поступил так судья всей земли поступит ли неправосудно не может так быть представление о Боге у Авраама такое а мы дети Авраама или это не так что значит быть чадом Божьим и чадом Авраама в то же самое время попробуйте ответить Аврааму с позиции кальвинизма Авраам же задал вопрос попробуйте с позиции кальвинизма ему ответить и еще одно домашнее задание оно последнее с позиции кальвинизма расскажите мне притчу о добром пастыре я сяду а вы мне расскажите историю про доброго пастыра который кого ищет расскажите мне эту историю с позиции кальвинизма хорошо добрый пастырь ищет бедную отцу бедную это ту которую он избрал но она почему-то потерялась ее надо вернуть а то что там 320 миллионов овечек которые он не избрал мы про это петь не будем споем еще раз притч про пастыра который ищет одну избранную и большую часть человечества искать не хочет а я понимаю что он ищет до последнего каждую но некоторые прячутся от пастыра и не хотят его видеть правда интересно хотите быть кальвинистом думайте какие истории вы будете рассказывать на ночь детям а я что написано то и говорю и люблю Бога который любит нас и рад что он не только меня избрал ко спасению я не исповедую эгоистическую радость ура меня избрали простите за такое выражение я радуюсь что наш Бог готов всех принять потому что ад приготовлен для дьявола его ад а не для человека аминь я не могу у меня есть еще очень интересные вещи но нельзя же все съесть за один раз оставим место лучшее сейчас для главного молитва благодарности Богу давайте помолимся сейчас дорогие братья и сестры и в коротких молитвах давайте пастыря доброго поблагодарим за его любовь субтитры